Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня приготовим классический десерт французской кухни, торт Фризье. Он изысканный и очень эффектный, а готовить его совсем не сложно, особенно с моим подробным пошаговым видео. Для приготовления этого шикарного торта нам нужно будет приготовить классический бисквит Женуаз, клубничное конфи для прослойки, крем-муслин для сборки, а затем собрать и украсить торт. Обязательно приготовьте и насладитесь божественным вкусом этого клубничного торта. Подготовим все необходимые ингредиенты для генуэзского бисквита. Духовку нужно будет разогреть до температуры 180 градусов. Выпекать я буду на противне с застеленным тефлоновым ковриком. Можно застелить бумагой для выпечки или силиконовым ковриком. 15 граммов сливочного масла нужно растопить заранее, чтобы к моменту добавления в тесто оно успело немного остыть до теплого состояния. Для приготовления генуэзского бисквита нам нужно организовать водяную баню. Для этого в небольшую кастрюлю наливаем немного воды и ставим на плиту, пусть пока закипает. А мы пока разобьем в огнеупорную чашу 3 крупных яйца. Немного перемешиваем, чтобы белок и желток объединились и добавляем 110 граммов сахара. Немного перемешиваем и ставим яйца с сахаром на водяную баню. Кипение в кастрюле должно быть средним. Прогреваем эту смесь при постоянном помешивании до полного растворения крупинок сахара. Для проверки берем небольшое количество смеси и перетираем между пальцами. Не должно ощущаться крупинок сахара. Снимаем смесь с водяной бани. Тщательно вытираем дно чаши и переливаем нагретую яично-сахарную смесь в дежу миксера. Включаем средне-высокую скорость миксера и взбиваем до состояния буквы. Пока яйца с сахаром взбиваются, просеем муку. Масса посветлела и сильно увеличилась в объеме, а след, оставленный взбитой массой на поверхности, не сразу растекается. Значит, готово! Добавляем к яйцам просеянную муку и перемешиваем силиконовой лопаткой до однородности круговыми движениями. Тесто слегка осядет, но оно не должно сесть очень сильно. Теперь откладываем немного теста в отдельную емкость. Добавляем растопленное сливочное масло и тщательно все перемешиваем до полной однородности. Отправляем эту смесь в основной объем теста и снова перемешиваем до однородности. Выкладываем тесто на подготовленный противень и разравниваем тонким слоем. Слой теста должен получиться чуть меньше одного сантиметра. Выпекаем в духовке разогретой до 180 градусов на режиме верх-низ на среднем уровне до румяного цвета. Такой бисквит обычно выпекается 10-15 минут, так как слой теста достаточно тонкий. Главное его сильно не пересушить. Когда подрумянился, сразу достаем. У меня бисквит выпекался ровно 11 минут. Чтобы бисквит не пересох, сразу накрываем его пищевой пленкой и даем полностью остыть. Подготовим все необходимые ингредиенты для приготовления клубничного конфи. Клубнику в зависимости от сезона можно использовать любую, замороженную или свежую. Замороженную клубнику можно предварительно разморозить. Выделившуюся при разморозке жидкость никуда не сливаем, а тоже используем для конфи. Если заранее не разморозили, то можно использовать и сразу. Начинаем приготовление ягодного конфи замачивания желатина. Я использую листовой желатин. Его нужно замачивать в большом объеме холодной воды. Вода должна быть именно холодной, не теплой, чтобы желатин не вобрал в себя излишнее количество жидкости. Если вы используете порошковый желатин, то замачивайте в пропорции 1 к 6. То есть на одну часть желатина берется 6 частей воды. В данном случае на 10 граммов желатина вам понадобится 60 граммов воды. Пока желатин набухает, перекладываем клубнику в сотейник, добавляем к ней сахарный песок и ставим на плиту нагреваться. Я клубнику предварительно не размораживала. По мере прогревания она выделяет много сока и становится мягкой. Нам нужно хорошо прогреть клубнику с сахаром, чтобы клубника хорошо прогрелась и все крупинки сахара растворились. До кипения доводить не нужно. У меня клубника была очень крупная, я решила разрезать ягодки пополам. Когда весь сахар растаял и над сотейником пошел активный пар, снимаем его с плиты. К этому моменту желатин уже набух. Хорошо его отжимаем и добавляем его в горячую клубнику. Хорошо перемешиваем до полного растворения желатина. Перекладываем конфи в другую емкость, чтобы оно быстрее остыло. Теперь его можно оставить остывать при комнатной температуре до момента сборки торта или убрать в холодильник, накрыв пищевой пленкой в контакт с поверхностью. Когда конфи слегка схватилось, но при этом не успело сильно застыть, можно его использовать для сборки торта. Приготовим крем-муслин для торта фрезье. Для этого нам сначала нужно будет приготовить крем-патисьер. На канале уже есть его подробный рецепт со всеми тонкостями и нюансами. Ссылку на это видео я оставлю в описании и в подсказках. Сливочное масло для крема нужно заранее достать из холодильника. Оно должно быть комнатной температуры и стать очень мягким. Чтобы приготовить крем-патисьер, для начала молоко переливаем в сотейник 500 граммов, добавляем 1 чайную ложку ванильного сахара. Также можно использовать стручки ванили или ванильный экстракт. И высыпаем примерно половину подготовленного сахара. Всего по рецепту нужно 100 граммов сахара. И ставим на плиту нагревать. Можно периодически помешивать. Отдельно соединяем сахар с крахмалом и перемешиваем. Перекладываем желтки в емкость, в которой будем готовить крем. Пересыпаем к ним смесь сахара и крахмала и хорошо перетираем венчиком. Растирать нужно очень тщательно до полной однородности. Молоко должно дойти до состояния очень близкого к кипению. И когда над молоком пошел активный пар, снимаем его с плиты и тонкой струйкой вливаем в подготовленную смесь, одновременно перемешивая венчиком до однородности. Так вливаем все молоко или половину от всего объема. Затем переливаем все обратно в сотейник и возвращаем на плиту. Увариваем заварной крем на среднем или средне-низком нагреве. Постоянно помешиваем венчиком для того, чтобы масса прогревалась равномерно. Венчиком нужно захватывать все участки дна сотейника. По мере нагревания начинает работать крахмал и крем густеет. Когда почувствовалось сопротивление и крем начал густеть, выключаем нагрев и тщательно перемешиваем крем до гладкости, чтобы не осталось никаких комочков. Теперь снова включаем нагрев и довариваем крем еще секунд 30, непрерывно помешивая венчиком. Готовый крем сразу же перекладываем в отдельную емкость. Теперь нужно накрыть крем пищевой пленкой в контакт, чтобы не образовывалась корочка и дать остыть до комнатной температуры. А пока приготовим пропитку для бисквита. Для этого нам понадобится вода, сахар и лимонный сок. В сотейник выливаем воду и добавляем сахар. Ставим на плиту и помешивая доводим до кипения. При этом все крупинки сахара должны раствориться. Снимаем сотейник с плиты и добавляем 2 столовые ложки лимонного сока. Перемешиваем и для удобства переливаем в другую подходящую емкость. Пропитка готова. Заварной крем патисье растыл. После остывания текстура крема меняется, он становится достаточно плотным. Поэтому крем нужно размягчить на небольших оборотах миксера. При желании в процессе сглаживания крема можно добавить 1 столовую ложку ароматного алкоголя, например, белого рома, ликера, коньяка или что вам больше нравится. Когда крем стал мягким, можно остановиться. Теперь нужно соединить крем патисер со сливочным маслом. Для получения гладкой однородной текстуры крема обе массы должны быть одинаковой комнатной температуры. Размягченное масло комнатной температуры перекладываем в удобную емкость и взбиваем до бела. Сначала на невысокой скорости, а затем скорость миксера можно увеличить. В процессе взбивания масло должно посветлеть и стать пышным. Когда это произошло, начинаем понемногу добавлять во взбитое сливочное масло размягченный заварной крем. Объединяем масло с кремом на небольшой скорости миксера. Перемешиваем только до объединения. Когда два компонента объединились, заварной крем вмешался в масло, добавляем следующую небольшую порцию крема. Так постепенно добавляем весь заварной крем. В результате должен получиться вот такой абсолютно гладкий и однородный крем. Перекладываем его в кондитерский мешок, чтобы было удобнее собирать торт. В кондитерском мешке нужно сделать небольшое отверстие, буквально 3 мм. Чтобы воздух выходил, но крем не смог вытечь. Бисквит уже остыл, можно вырезать из него бисквитные коржи. Переворачиваем его на другую сторону и аккуратно снимаем тефлоновый коврик. Торт будем собирать в кольце диаметром 18 см, а сами бисквитные диски вырезаем на 2 см меньше. При помощи кольца диаметром 16 см. И теперь у нас все готово для сборки торта Фризье. Клубничное конфи, крем, бисквитные коржи, пропитка. Если к моменту сборки торта пропитка уже остыла, то ее лучше подогреть в микроволновке, чтобы она была горячей. И свежая клубника для того, чтобы выложить бортик. Нужно выбрать самые красивые ягоды клубники приблизительно одинакового размера. Отрезаем у клубники основание и срезаем боковые части так, чтобы толщина клубники для бортиков была толщиной приблизительно 1 см. Собирать торт будем в кольце диаметром 18 см. Устанавливаем его на блюдо и внутри нужно обязательно проложить ацетатную пленку. И выкладываем подготовленную клубнику внутрь кольца, делая бортик. Затем укладываем первый бисквитный корж и хорошо его пропитываем. Пропитки не жалеем. Далее берем кондитерский мешок с кремом и срезаем у мешка краешек приблизительно 1-1,5 см. Заполняем кремом все пространство между клубникой. Толщина крема должна быть приблизительно 1 см. Заполняем так, чтобы не осталось никаких пустот. И покрываем кремом поверхность бисквита. Толщина крема также приблизительно 1 см. Слой крема можно слегка разровнять ложкой. Теперь выкладываем слой клубничного конфи. Толщина конфи приблизительно 1-1,5 см. Сверху аккуратно укладываем второй бисквитный корж, плотно его прижимаем и хорошо пропитываем пропиткой. Сверху покрываем остатками крема и по возможности разравниваем поверхность. Убираем собранный торт в холодильник, чтобы крем хорошо стабилизировался, желательно на всю ночь. Остатки конфи накрываем пищевой пленкой и тоже убираем в холодильник. Оно нам понадобится позже для верхней прослойки торта. Когда крем стабилизировался, можно продолжить работу. Оставшиеся конфи достаем из холодильника, снимаем пищевую пленку и немного прогреваем в микроволновке до консистенции слегка схватившегося желатина. Переливаем в удобный стакан и превращаем его в пюре при помощи погружного блендера. Достаем торт из холодильника, выливаем подготовленное конфи и аккуратно разравниваем по всей поверхности равномерным слоем. Убираем торт в холодильник на 5-10 минут, чтобы конфи слегка схватилось. А этим временем нарежем клубнику тонкими ломтиками для украшения. Торт у меня постоял в холодильнике 10 минут. Достаем и можно украшать. Просто выкладываем клубнику, как вам больше нравится. Можно также украсить половинками клубники или целыми ягодами. Как вам нравится, так и украшайте. Если торт не планируете сразу подавать к столу, то свежие ягоды нужно обязательно покрыть декор гелем. Его еще называют нейтральная глазурь. Это нужно для того, чтобы ягоды сохранили свой свежий внешний вид. Можно купить готовую нейтральную глазурь в магазине или приготовить самостоятельно. Если вам интересен такой рецепт, то дайте мне об этом знать в комментариях и я обязательно сниму видео на эту тему. Теперь снимаем кольцо и аккуратно освобождаем торт от ацетатной пленки. В конце можно дополнить листиками мяты и торт полностью готов. Пора отрезать себе кусочек и насладиться его невероятным вкусом и восхитительным разрезом. Торт получается не только красивым, но и очень-очень вкусным. Нежнейший пропитанный бисквит, клубничное конфи и совершенно не приторный и не жирный крем-муслин. Всем рекомендую обязательно приготовить этот торт. Делитесь в комментариях своими мыслями об этом рецепте и до встречи в новом видео!